Как мы заблуждались насчет холодной войны. 9 причин поблагодарить СССР, Тедаил и Биаст, США. Брайан Браун, Тедаил и Биаст, США. 13 ноября 2019 года. Многое из того, что мы знаем о борьбе между США и СССР еще со школы, в корне неверно. 30 лет назад состоялся один из самых известных актов самодеятельности за всю историю. Берлинцы снесли стену, которая делила их город пополам. Этот символический жест стал началом конца холодной войны. Это противостояние полнилось страхом, паранойей и масштабной ложью. И многое из того, что мы знаем о борьбе между США и СССР еще со школы, в корне неверно. Вот и первая глубоко зарытая истина. Первый выстрел был наш. Гарри Трумэн поспешил сбросить атомную бомбу, чтобы положить конец войне в Японии и не дать советам вступить в битву на Тихоокеанском театре. Иосиф Сталин уловил его посыл, и началась гонка ядерных вооружений. Но враг, его еще называли империей зла, в действительности был лишь плодом нашего воспаленного воображения. На самом деле в Кремле засела шайка перепуганных жуликов, а государство их было в принципе не жизнеспособно и всю дорогу балансировало на грани краха. Учитывая эту асимметрию, холодная война вылилась в ошеломляющую трату денег и жизней, ведь по сути своей она была игрой в одну калитку, с предрешенным результатом. Американских школьников пичкали однобоким взглядом на Вторую мировую войну. Все сводилось к тому, что в разгроме нацистской Германии и имперской Японии решающую роль сыграли наши промышленное превосходство и непревзойденный гений. Как сложилась бы холодная война, если бы из уроков истории американские дети вынесли, что мир в неоплатном долгу перед Красной армией и советским народом. Их удивительная стойкость спасла демократию не меньше, чем Джордж Патон, Георгий Патон, американский генерал, одна из ключевых фигур западного контингента армии США, примечание Перев, Ивадзима, битва за японский остров, Ивадзима, ныне, развернувшаяся с февраля по март 1945 года, первая военная операция США на территории Японии, примечание Перев. Вот 9 причин, почему после Второй мировой нам следовало хорошенько поблагодарить русских, а не затевать с ними многолетнюю холодную войну. 1. Невиданная жертва. На Восточном фронте Красная армия в одной только Сталинградской битве понесла больше потерь, чем вооруженные силы США за всю Вторую мировую. 2. Какая еще бомба. Война с Японией завершилась не только из-за ядерной бомбардировки США. Рассматривая перспективы капитуляции, Хирохит и японский штаб внезапного сталинского вторжения испугались больше, чем попытки Кертиса Лемея, Чертис Лемай, загнать их страну обратно в каменный век. 3. Верхняя вольта с ракетками. На протяжении всей Холодной войны Советский Союз едва сводил концы с концами и с трудом удовлетворял основные потребности населения в продовольствии и жилье. Так, побороть острый жилищный кризис могли дома высокой этажности, но материалов в стране хватало лишь на дома с лифтом не выше пяти этажей. 4. Пленительный обман. Свою эффективнейшую шпионскую ячейку Советы составили из британских аристократов из Кембриджа. Кроме того, некоторые из британских физиков из Манхэттинского проекта были советскими кротами. Благодаря им сталинские ученые заполучили чертежи атомной бомбы еще до того, как ее пустили в ход в Японию. Короче говоря, крупнейшей угрозой национальной безопасности США на начальном этапе Холодной войны был наш ближайший союзник. 5. Настоящая угроза. Джозеф Маккарти, Ясяп Мччарти, реакционно настроенный сенатор-республиканец, с чьим именем связывается эпоха гонений на коммунистов и сочувствующих. Примечание Перев. Не верил ни единому слову из собственных речей и не выложил в правительственном аппарате ни единого коммуниста. 6. Стратегические просчеты. Теория Дамина впервые выдвинул Дуайт Эйзенхауэр, Дуэкте и Сеноуэр. Он утверждал, что если во Вьетнаме победят коммунисты, зараза прокремлевских режимов перекинется на Японию, Новую Зеландию и Австралию. Здесь он заблуждался. Практически все революции времен Холодной войны оказались доморощенными, а единственной их идеологией было свержение колониальных господ. 7. Лживые новости. По-хорошему, США никогда не отставали от Советского Союза в разработке ядерного оружия. Разрыва не было ни по бомбардировщикам, ни по ракетам. США первыми разработали межконтинентальный ядерный бомбардировщик. Первыми испытали водородную бомбу. Первыми запустили атомную подводную лодку. Первыми запустили тактическое ядерное оружие. Первыми сделали твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. 8. Бомба замедленного действия. В 1977 году администрация Картера запустила тайную программу ЦРУ. Ее целью было расшатать Советский Союз, поощряя этническое насилие и радикальный ислам в Афганистане, Советской Грузии, Азербайджане и Чечне. Когда Советы 27 декабря 1979 года направили в Афганистан 100-тысячный контингент, США резко нарастили поддержку антисоветских маджахедов. В конце концов, эта масштабная операция стоимостью в несколько миллиардов долларов аукнулась мировым джихадам. 9. Поучительная история. 10. Сделав из Советов врагов вместо того, чтобы поблагодарить их после Второй мировой, мы чуть было не угробили нас всех. Холодная война не кончилась обугленной и безжизненной планетой лишь по счастливой случайности, считают многие эксперты по безопасности. Брайан Браун, автор книги «Против нас что-то замышляют», не слишком краткая история паранойи и безумия холодной войны. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.